29 июня стадион Центра Олимпийской подготовки «Авангард» принимал региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Около 60 юных спортсменов из общеобразовательных организаций со всей Омской области вступили в борьбу за награды. Сегодня у нас представлены практически все районы по одному человеку, плюс, конечно же, муниципальный округ, как город Омск. То есть мы принципиально дали возможность выступить всем, то есть на муниципальных уровнях прошлись отборы, были проведены отборы, и по одному два человека лучших сегодня здесь присутствуют. Праздник в этот день на стадионе был не только у школьников. В ходе церемонии открытия обладателями золотых знаков ГТО стали и взрослые. Среди них Владимир Рябусов, блестяще выполнивший норматив девятой ступени. К тому, чтобы сдать нормы ГТО, к этому нужно подходить серьезно. Одним днем это не дается. Я до сих пор занимаюсь спортом, притом активно занимаюсь спортом, пауэрлифтингом. В программу первого дня фестиваля вошли такие испытания, как бег, прыжки в длину, метание мяча, упражнения на пресс, отжимания и подтягивания. Основная цель регионального этапа – отобрать ребят в сборную команду, которая будет защищать честь Омской области на Всероссийском фестивале в Ялте, в Артеке. Сама поездка туда уже награда, поэтому ребята серьезно подошли к подготовке и ставят для себя самые смелые цели. Я упорно готовился к этим соревнованиям, каждый день тренировался. Бег, плавание, стрельба. Настроен на победу. Больше занимаюсь спортом. Я думаю, у меня лучший бег. Я хочу попасть в команду к небе. Пока что мне пока везет. Я пробежала 60 метров лучше, чем я могу. Повезло мне и в метании мяча. Я кинула больше своего рекорда. По итогам соревнований 8 лучших атлетов попали в сборную региона для участия в Сентябрьском Всероссийском фестивале. В Ялте в течение 21 дня мальчишки и девчонки будут учиться, ходить на экскурсии, активно отдыхать и, конечно, соревноваться в своей готовности к труду и обороне.